Никто сегодня не отрицает полезности центра. Зачастую занять центр, значит получить преимущество. Но современная теория утверждает и другое. Не всякий центр силен, а главное, найдены новые пути борьбы с сильным центром, разработаны пути обнаружения слабостей в центровых позициях. Борис Блиндер, гроссмейстер, неоднократный чемпион СССР. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим позицию из партии мастера Сергея Балжаларского и гроссмейстера Бориса Блиндера. Вот эта позиция изменила все представление о русских шашках. В этой позиции белые начинают, но выигрывают черные. У белых есть 4 хода. ДЕ5, ДЦ5, БЦ3 и ЕД2. Давайте рассмотрим их по очереди. После хода ДЕ5 играем ЕД6. И у белых снова есть 2 хода. На ход БЦ3 играем ФЕ7. Идея какая? Если белые сыграют СД4, тогда мы меняемся и начинаем охватывать позицию белых с флангов. У них заканчиваются постепенно ходы и они проигрывают. Поэтому белые не могут играть СД4 и играют ЕД2. Тогда выжидаем БЦ7. Ну и допустим, если белые рано или поздно играют СД4, тогда мы меняемся и постепенно выигрываем. Можете убедиться в этом сами. Ну, если в этой позиции, допустим, вместо хода СД4 белые бы сыграли СД4, тогда мы меняемся назад и выиграли бы за счет вот этой связки постепенно. Кроме хода БЦ3, в этой позиции мог быть сыгран от ЕД2. Тогда играем ФЕ7. И допустим, на ДЦ3 играем ДЦ5. СД4. Вот здесь идея выигрыша основана на комбинации шлагбаум. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале ставим так называемый шлагбаум-ограничитель для дамки белых. Затем пропускаем белых в дамки. И за счет вот этого шлагбаума ловим дамку белых и сами прорываемся в дамки. Значит, тут есть два хода. Если белая игра СД6, тогда введем вторую шашку в дамки. И на ход ДЕ7 неожиданно меняемся. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, у белых проигрыш. Мы просто проводим шашку в дамки на С1 и постепенно побеждаем. Можете убедиться в этом сами. Если же в этой позиции белые сыграли бы ЕФ4 вместо СД6, тогда играем АБ2. И на ход ФЕ3 уходим на С1. Связываем дамки белых и затем грозим сыграть на А3 и также побеждаем. Рассмотрели ход ДЕ5. На ход ДЦ5 мы меняемся. Ну и возможно следующее продолжение партии. БЦ3, ЖФ6, СД4. Здесь выигрывает стандартный прием в позициях с блокадой правого фланга соперника. Отдаем шашку и проводим удар ДЕ5. Здесь как бы белые не играли, ЕФ2 или АЖ3. Без разницы. Отдаем шашку, А5 и прорываемся в дамки. Затем ставим дамку на А1. Ну и как бы белые не играли, мы просто бегаем по полям А1 и Б2. Ждем, когда у белых закончатся ходы и постепенно побеждаем. Если в этой позиции белые играют БЦ3, тогда играем ЕД6. После хода ДЕ5 позиция ДЕ5 и ФЕ7. Позиция сводится уже к рассмотренным выше вариантам. Если же белые играют ЕД2, тогда играем ЖФ6. Ну и допустим на ход ДЦ5. Здесь выигрывает вот такой размен вперед. И на ход СД4 следует четкий ход АБ4. Только он ведет к победе. Ну у белых есть два варианта. Нападать бессмысленно. Мы тогда выиграем две шашки. Легко победим. Если же белые меняются ДЕ5, так же здесь у черных получается лишняя шашка. Ну и кроме того, видите, мы неизбежно проводим обе шашки в дамке и постепенно побеждаем. Тут проблем с реализацией преимущества нет. Значит, если в этой позиции белые играют АЖ3, в победе ведет так же неочевидный ход Б7. Нападать теперь бессмысленно. Мы просто меняемся назад и выигрываем опять за счет связки правого фланга белых. А на ход ЖФ2 просто меняемся вперед. Ну и у белых нет приличных ходов. Остается только сдаться. Ну и рассмотрим главный вариант. Ход ЕД2. Тогда следует неожиданный и неочевидный ход ЖФ6. Значит, в этой позиции у белых есть два варианта. ДЦ3 и АЖ3. Остальные ходы ведут к уже рассмотренным выше вариантам. На ход АЖ3 играем ЕД6. Допустим, на ДЦ3 здесь выигрывает так же неочевидный ход Б7. Ход сложно находимый, так как не хочется сдвигать опору на Б8 и тем более получать отсталую шашку. Но в победе ведет только он. Его надо знать. Значит, меняться бесполезно. Мы рассмотрим это чуть ниже. А на ход АБ4 мы меняемся назад и на ход ЕД4 играем ЦБ6. Поставили двойную угрозу. Либо грозим прорваться в дамки ходом БЦ5, либо грозим выиграть две шашки ходом ДЦ5. Поэтому у белых нет приличных ходов. Остается только сдаться. Если в этой позиции белая игра ДЦ3, снова к победе ведет только ход Б7. Значит, у белых есть четыре хода. ДЕ5, ДЦ5, АБ4 и АЖ3. Ну, ФЕ5 играть бесполезно. Мы просто закрываемся. Затем следующим ходом отъедаем шашку Е5 и легко побеждаем. Рассмотрим ход ДЕ5. Ну, если белые бьют в эту сторону, здесь выигрыш легкий. Играем ЕД6, допустим, БЦ3, ФЖ7, СД4. Так, прошу прощения. АБ6 здесь играем СД4, ДЦ5. АЖ3, ФЖ7. Ну и на ход ЖЖ2 играем АБ4. С выигрышем. Значит, если белые бьют в эту сторону, тогда после всех разменов играем АЖ5 и хотим занять поле Ф4. Если мы это сделаем, то мы победим. Поэтому белым приходится меняться АЖ3. Но здесь выигрывает несложный удар. Отдаем 2 шашки и забираем 3. Белые еще сопротивляются, меняются вперед. Ну, здесь просто следует тихий ход СБ6. И у белых не остается ходов. Значит, на ход ДЦ5. Здесь выигрывает размен назад. Ну, мы выигрываем за счет отсталости шашки АЖ2. У белых есть два хода. ФЕ5 и ЦД4. На ход ФЕ5 играем ДЕ7. И у белых есть два хода. Ну, мы грозим выиграть шашку. Поэтому надо играть либо ЕФ4. Ну, здесь выигрывает постановка РЖНа. Мы нападаем. Затем меняемся. Вот таким образом. И выигрываем за счет шашки Е3. Если же в этой позиции белые играют ЕФ6. Тогда отходим. Ну, и у белых есть два хода. Значит, ФЕ7 и ФЖ7. На ФЖ7 следует удар пяткой. А на ФЕ7 также следует присоска. Или как я ее называю? Пиявка. Ну, у белых два варианта. Если они бьют сюда, тогда бьем три шашки. Если они бьют в эту сторону, тогда следует удар пяткой. Ну, и мы остаемся с лишней шашкой и побеждаем. На ход СД4 вместо ФЕ5 играем ДЕ7 снова. Значит, допустим, БЦ3 ЕД6, ДЕ5 АБ6. Ну, и тут два варианта. На СД4 снова играем ДЦ5. АЖ3, ФЖ7, ЖЖ2, АБ4. Это мы уже видели. Здесь полное окружение позиций белых. В партии Балжаларский Блиндер была жертва ЕФ6. И ход ЕД4. Черные сыграли ДЦ5. Ну, и видите, черные остаются с лишней шашкой и постепенно побеждают. Как еще могли сыграть белые в этой позиции? На ход АЖ3 играем ЕД6. И после размена у белых есть два варианта. Значит, если они бьют одну шашку, тогда снова выигрывают окружение. ФЖ7, БЦ3, АБ6, СД4. Нападение. И играем АБ4. И у белых заканчиваются ходы. Значит, если в этой позиции белые меняются и бьют две шашки, тогда здесь бьем на Д6. Идея какая? Мы заставляем белых сдвинуть шашку А3. Видите, образовалась невыгодная для белых связка. Ну, и после всех разменов легко выигрываем. Играем СБ6. Стоит угроза. Приходится закрываться. И АЖ5. У белых закончились ходы. Если в этой позиции белая игра от АБ4, последний нерассмотренный нами ход, тогда играем ЕД6. Снова белым надо меняться. ДЕ5. Здесь снова бьем на Д6. Ну, вот самое сильное сопротивление. Это анарис Бориса Блингера. На ход ФЕ3 здесь выигрывает только труднонаходимый ход АБ6. Допустим, ЖФ2. Нападаем. Приходится закрываться. И здесь надо отдать две шашки. Белые бьют. И мы попадаем в дамки. И выясняется, что белым некуда ставить дамку. Видите, так дамка ловится. Ну, так тоже легко выигрываем. Поэтому приходится отдавать шашку. Бьем. И ставить дамку на Ф8. Тогда уходим на Е3. У белых единственный ход. ФЕ7. Нападаем с Ж5. Снова у белых единственный ход. На Ф8. Видите, на Б4. Ну, на С5 нельзя. Потому что следует удар. А с Ж3. Трамплин. А на ход дамкой на Б4 также делаем размин. И легко выигрываем за счет лишней шашки. Поэтому после нападения белым приходится играть дамкой на Ф8. Это единственный ход. Тогда играем с АБ6. Снова единственный ход. АБ4. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Опять пробиваем. Выигрываем. Поэтому приходится играть АБ4. Уходим дамкой на С1. И снова у белых единственный ход. Дамкой на Д6. Сюда же не пойдешь. Видите, трамплин. Поэтому приходится играть дамкой на Д6. Тогда заходим в люпки. И выигрываем за счет двух лишних шашек. Это анализ Бориса Блиндера. Теперь давайте рассмотрим партию. Балжеларский Блиндер. Из дебюта Ленинградская защита. Откуда она получилась. СД4 ФГ5. БЦ3 ЖФ6. СБ4 Б5. Белые меняются. И вот здесь играем ЖХ4. Белые меняются назад. И возникает дебют Ленинградская защита. Дебют разработан ленинградскими шашистами Василием Соковым, Львовым Рамом и Дмитрием Коршуновым. Рульки популярный дебют. Здесь белые занимают центр, черные его окружают. Далее возможно АБ6 СД4, Б5 АБ2, АЖ7 ЖФ4, ФГ5, БЦ3, ЕД6 ДЕ5, ДЕ7. И вот здесь проигрывает ход СБ2. После СБ2 меняемся назад. И после хода СД4 играем ДЦ7 и получилась уже известная нам позиция из партии Балжаларский Блиндер. Хочется отметить, что в этой позиции у белых еще было тяжелейшее спасение после хода ФЕ5. Но я не вижу смысла разбирать данную позицию. Объясню почему. Ничья была впервые найдена по-моему в 2003 году шашистом Марком Камыниным с помощью компьютерной программы Тундра. Значит, кто знает данную позицию, он за белых никогда на нее не пойдет. А кто не знает, тот, конечно, не найдет ничью после ФЕ5. Поэтому, друзья, я все-таки не вижу смысла разбирать ее. Поймите меня правильно. А здесь обычно вот все даже мастера уже проигрывают после хода СД4 и ДЦ7. Значит, откуда еще может возникнуть данная позиция? Допустим, из-за дебюта обратная городская партия по мотивам партии двух гроссмейстеров, двух чемпионов СССР Виктора Литвиновича, который играл белыми, и Вениамина Городецкого, который играл в черный. СБ4 ФЕ5, ЕФ4 ЕФ6, БА5 ФЖ5, БЦ3. Значит, в этой позиции белые могут побить и одну шашку с хорошей позицией. Я разбирал данный дебют. Могут побить две шашки. Значит, снова видим, черные занимают центр, белые его окружают. ЖХ4, БЦ5, СБ4, АЖ7, АБ2, ЖФ6, АЖ3, ЕД4, ЕФ2. И вот здесь снова черные ошиблись. ФЕ7, ФЖ7 это плохой ход. После размена назад и хода ФЕ5 и ЕФ2 получилась уже знакомая нам позиция, но с переменой цвета. Так же эта позиция может возникнуть из дебюта кол. Рассмотрим партию Высоцкий и Щербаков 1999 года. СД4, Б5, ДЦ5, белые ставят кол. Значит, ФЖ5, БЦ3, ЖХ4, ЖФ4. Белые занимают центр, черные окружают его. СД6, СБ4, размен. ЖФ6, АБ2, ФЖ5, Б3, АЖ7, СБ2, ДЦ7. Белые меняются назад. И вот здесь снова получаем знакомую нам позицию. АБ6, СД4, Б5, белые начинают, но выигрывают черные. Рассмотрим еще один дебют отыгрыш. Значит, СД4, ДЦ5, БЦ3, СД6, СБ4 меняемся назад. Дебют получил название вот из-за этого размена, так называемый отыгрыш. АБ2, АЖ5, ну естественно нельзя играть ЖФ4 из-за комбинации. И черные попадают в дамки, детская ловушка. Поэтому белые играют ЖФ4. Закрываемся, белые ставят тычок, и мы уходим на Ж4. Значит, белые занимают центр, мы его окружаем. Далее, возможны два хода. БЦ3, я разбирал партию своего ученика Максима, и ход ДЦ3. Значит, если ДЦ3 играют, играем ФЖ5 и снова пытаемся получить уже знакомую нам позицию. Б3, АЖ7, СБ4, СД6, СБ2, ДЦ7. Если белые меняются назад, тогда играем АБ6 и на СД4 выигрываем после хода Б5. Конечно, позиция возможна не только из классических дебютов, но и из дебютов с жеребьевкой начальных ходов, также из дебютов летающая шашка, так называемая. Друзья, изучите внимательно эту позицию, она часто встречается в игре, и я надеюсь, что знание этой позиции поможет вам одержать не одну победу. важных турниров. Не забывайте поддерживать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной песках.